Приветствую всех зрителей моего канала! Многие из нас знают Азовское море как самое мелкое на планете, имеющую глубину всего 14 метров, которая идеально подходит для беззаботного отдыха с детьми. Но любое море это стихия и противостоять ей человек до сих пор не может, даже если она разыгрывается в самом маленьком море на планете. Своё коварство Азов показывал не раз в истории, но самым запоминающимся стал потоп 1969 года, прозванный Азовским цунами. В октябре сильный юго-восточный ветер сгонял массы Азовской воды в северо-восточную часть водоема, образуя нагонную волну, типичную для этого моря. В районе Темрюка и Приморско-Ахтарского уровень воды наоборот упал больше, чем на метр, оголив морское дно. Но ночью, 28 октября, ветер резко поменялся на противоположный, северо-западный, а его скорость достигла критических значений – свыше 35 метров в секунду. Ураган развернул нагонную волну в обратную сторону, и теперь ее высота достигала 4 метра, а длиной по фронту более 100 километров. Ночью, 29 октября, жители многочисленных прибрежных поселков на юго-восточном побережье Азова мирно спали, когда их дома накрыла гигантская волна. Море в прямом смысле вышло из берегов, уйдя по лиманам и плавням на 20 километров. Вспять даже потекла Кубань за многие километры от Устья. Был подтоплен Славянск на Кубани. Небольшие рыбацкие поселки на берегу моря практически перестали существовать, а многие жители этих населенных пунктов погибли. Разрушены были строения на берегу Голубицкой и Темрюка. В частности, в последнем сильно пострадал порт и консервный завод. Также были разрушены объекты инфраструктуры, мосты, автомобильная и железная дороги. Сотни людей погибли, а тысячи остались без крова над головой. По сути, полностью была уничтожена экономика прибрежных территорий. На восстановление региона были брошены большие силы, затрачены миллионы советских рублей. И старания были не напрасны. Регион снова ожил и преобразился за короткое время. Теперь о трагедии напоминают лишь пятиэтажные дома Темрюка, построенные в 1970 году для пострадавших жителей Кубани. Стоит заметить, что подобные потопы на Азове случаются раз в 50 лет. И что будет с гостиницами и гостевыми домами, стоящими почти на пляже, представить несложно. А на этом на сегодня все. До скорых встреч. До свидания.